Здравствуйте! В эфире местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я, ее ведущая, Данифа Тагирова. Открытость и прозрачность работы органов местного самоуправления всегда была приоритетным направлением. Нормативный документ, направленный на расширение доступа к информации о работе муниципалитета, а также положение о контроле за исполнительными органами местного самоуправления, народные избранники приняли на 24-м заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Следить за жизнью города значит интересоваться деятельностью местных властей. Получать информацию в средствах массовой информации, на публичных слушаниях в интернете – это всегда было. Но теперь депутаты собрали все действующие нормы в одно положение. В этом положении четко прописаны формы, благодаря которым жители города Чебоксары могут удаленно следить за деятельностью Чебоксарского городского собрания депутатов. Во-первых, все решения депутатов публикуются в средствах массовой информации, к примеру, в газете «Чебоксарские новости», а также обязательно публикуются на сайте Чебоксарского городского собрания депутатов. И как только мы приняли решение, любой гражданин все решения может посмотреть на нашем сайте. И поэтому сайт интернет и сайт Чебоксарского городского собрания депутатов – это такой рабочий инструмент для того, чтобы жители города Чебоксары имели обратную связь с депутатами Чебоксарского городского собрания депутатов. Горожане контролируют работу народных избранников, депутаты, в свою очередь, следят за работой столичной администрации. При этом всегда принимаются меры к надлежащей организации этой работы. Чтобы быть ближе к народу и получать качественную обратную связь, нужно понимать, кто за что отвечает. В связи с этим и было принято отдельное положение о контроле за работой органов местного самоуправления. Положение о контроле за органами местного самоуправления принято в связи с тем, что до сих пор формы контроля и способы контроля были прописаны в разных федеральных законах, в различных, в законах Чебоксарской республики и также в решениях Чебоксарского городского собрания депутатов. На нашей комиссии было принято решение собрать все эти положения в единый документ, для того, чтобы у депутатов было четкое представление о своих правах и обязанностях по контролю за органами местного самоуправления города Чебоксара. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления депутатами Чебоксарского городского собрания осуществляется в нескольких формах. Во-первых, это написание депутатских запросов, на которые исполнительные органы Чебоксар в месячный срок должны дать четкий и содержательный ответ. Потом существует форма – это депутатские слушания по тем или иным вопросам развития города Чебоксар, жизни города Чебоксар. Следующая форма – это заслушивание отдельных сотрудников администрации города Чебоксар по исполнению планов развития, программ развития города Чебоксар, а также, к примеру, исполнения бюджета города Чебоксар. Каждый год в конце года глава администрации города Чебоксар докладывает об исполнении бюджета города Чебоксара за предыдущий год. Вот это еще является одним из видов контроля за исполнительными органами города Чебоксара. Масштабную всероссийскую программу «Доступная среда для инвалидов» запустили еще год назад. На днях Совет по делам инвалидов при президенте России рассмотрел результаты выполнения первого этапа госпрограммы. Создание безбарьерной среды для инвалидов в регионах страны продолжается. Не остается в стороне и наша республика. Комиссия Чебоксарского городского собрания депутатов ознакомилась с деятельностью, проблемами и просьбами общественных организаций инвалидов столицы. Российская общественная организация «Рацио» существует уже 20 лет. Ее организаторы – люди с ограниченными возможностями, а не доверяют лишь своему слуху, осязанию и обонянию. Но, как говорят они сами, незречий не значит беспомощный. Такие специальности мы овладели, которые нам позволяют работать в нашей жизни без всяких ограничений. Мы наравне с другими работаем в таких организациях, как Чувашином государственном университете имени Илья Николаевича Ульяна. У нас есть преподаватели. Вот такая деятельность, которая дает нам возможность работать. Это преподавательская деятельность, юридическая деятельность. Кроме того, массажисты у нас есть, музыканты у нас есть. У нас, кроме того, есть среди нас и люди, которые с техническим образованием, высшим образованием. Есть также и химики. Ну, вообще, в образовательных школах у нас преподаватели работают. Такие, как школы-интернат, вечерняя школа для слепых. Помещение Рацию арендует в подвале. Слепые этому рады, есть где собраться, пообщаться и поучиться. Конечно, без помощи извне не обходятся, но в большей степени надеются только на себя. Уже хотели уйти отсюда, на квартиру, хотели квартиры снимать. А потом у нас один депутат, он нам ремонт сделал. Ну, спонсорскую помощь. Иванов у него фамилия. Владимир Николаевич? Да. Видите, у нас наш коллега. В создании вот этого помещения затратили он много средств, много усилий, много труда. На вопрос, какие есть проблемы, члены организации отвечают четко. Пять тысяч, скажем, еземесячно выплачивать нам – это большая сумма, так как мы… Организация не коммерческая, а в основном у нас за счет членских сборов своих средств от наших инвалидов незрячих. И за счет спонсорской помощи мы только существуем. Еще в июне этого года президент страны Владимир Путин внес изменение в федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Документом предусматривается оказание инвалидским организациям поддержки в виде отмены арендной платы за помещение. На такую меру поддержки могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации, а также организации, которые занимаются малым и средним предпринимательством. Коммерческое общество с ограниченной ответственностью Катрин существует с 91-го года. Больше половины штатных работников имеют инвалидность, но это не мешает им добросовестно трудиться. Вот, поставили везде пластиковые окна, потому что тепло уходит. Поставили лампочки энергосберегающие, сделали кухню для своих работников, потому что я всех своих работников кормлю бесплатно. Это у вас ООО? Да, ООО. Вы занимаетесь установкой домофона? Мы изготовление же металлических дверей раньше делали. И рекламная эта продукция. Дело в том, что у меня инвалиды по вечерам ходят деньги, собираются, ну, домофон. Ага. И заодно кидает, вот мы, кэш-энд-кэрри, например, рекламную деятельность. Общественная организация «Доброта и мир» существует почти 20 лет. Здесь люди общаются, создают клубы по интересам, помогают друг другу в трудную минуту. Руководитель этого сообщества инвалидов Татьяна Васильева уверена, если указ президента стороны будет реализован на их примере, то плата за аренду сократится на 8 тысяч рублей. Экономия существенная. Некоторые организации хотят, чтобы их полностью перевели на безвозмездный договор. Другим достаточно, чтобы платежи остались на прежнем уровне и не увеличивались. Словом, знакомство было предметным. На президиуме Чебоксарского городского собрания депутатов было рассмотрено итоги поездки в общественные организации. Конечно, депутаты поддержали идею, что надо оказать помощь именно обществам инвалидов, потому что им труднее всего приходится с арендными платежами. И то, что есть здесь одно из предприятий, где работают инвалиды, эта поддержка также должна быть оказана. И, конечно, сейчас дано поручение городскому комитету имущества подготовить нормативный документ, чтобы мы обсудили пределы той льготы, которая будет предоставлена. Депутаты от этой помощи не отказываются. Обязательно будет принято решение. Вот именно о льготе арендных платежей общественными организациями инвалидов не будут оплачиваться. Но, значит, коммунальные платежи, тем не менее, сохраняются. Но это уже намного меньшие суммы. Общественных организаций достаточно много. Но вот общественных организаций, где работают именно люди с ограниченными возможностями, таких общественных организаций около 20. К нам сейчас обратились всего 4 общественные организации. Но независимо от того, обратились или не обратились, принято решение поддержать все общественные организации, где работают люди с ограниченными возможностями. И это можно сделать, обратиться и сейчас, и в следующем году. Но пока по другим общественным организациям такой вопрос не рассматривается. Мы, принимая бюджет 2013 года, планируем уже не закладывать доходную часть бюджета от арендных платежей именно от общественных организаций, которые работают с инвалидами. Это все на сегодня. Программа «Местное самоуправление» и я, Данифа Тагерова. Прощаемся с вами. Всего доброго.